Дневник 1988 года Дневник отец Василий начал вести еще перед уходом в монастырь, и нам уже случалось приводить выдержки из него. И все же ради целостного восприятия текста представляется необходимым дать дневник без купюр. Вот он. 11 марта 1988 года. По благословению отца А. По второму. Пытаюсь начать дневник. Вечером беседа. Все мои слова не по существу. Не могу точно выразить свои основные духовные проблемы, поэтому беседа течет сама по себе и не утоляет моей жажды. 12 марта 1988 года. Утро. Мать нашла мой крещальный крестик. Мне 27 лет. Я надел этот крестик впервые после крещения, бывшего 27 лет назад. Явный знак Божий. Во-первых, указующий, может быть, приблизительно день моего крещения, мать не помнит. Это радостно. Во-вторых, напоминающие слова Христовы «возьми свой крест и следуй за мной». Это пока тягостно. На всеношном бдении вынос креста. Крестопоклонная неделя Великого Поста. Воистину, крестный день. 13 марта 1988 года. Литургия в церкви пророка Илии. Тренировка. В гостях у Ливана. 14 и 19 марта 1988 года. Город Тбилиси. Пять игр. Пост. Познал опытно слова Давида. Колено мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Господи, спаси и сохрани. 20 марта 1988 года. Воскресенье. Литургия. Богоявленский собор. 21 марта 1988 года. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющей на мне рукой твоею я сидел одиноко, ибо ты и исполнил меня негодование. Книга пророка Иеремии. Глава 15. Стихи 17 по 19. Не сидел я в кругу захмелевших друзей, Не читал им Рубцова и Блока, Опечалился я и с печалью своей, Я сидел у икон одиноко. 22 марта 1988 года. Выставка работ Константина Васильева. Небольшой зал в здании речного вокзала. Вся выставка работ 30. Интересно, талантливо, красиво, То есть душевно. А хочется духа. Людям нравится. Говорят, возвращение к истокам. Каким? Истоки Руси в христианстве, А не в дремучем лесу. Васильев, видно, увлекался Вагнером. Хоронили под его музыку. Есть несколько работ о небелунгах. Поэтому и в картинах о Руси Тот же языческий привкус. Глаза. Соколиный взгляд. Волчьи глаза. А хочется побольше доброты, Любви, милосердия. Но тут уже Христос. Милости хочу, а не жертвы. Я сжег иудейские древности. Они были написаны в марте 86 года, То есть ровно два года назад. 23 марта 1988 года. В богослужении задействованы все пять чувств человека. Цель – облаготворить человека в пределе, возвысить, выявить божественную его сущность, дать ему самому ее ощутить, насладиться ею и побудить стремление к сохранению и умножению этой духовной красоты, которая, несмотря на наше духовное упорство, доходящее до полного отрицания существования этой красоты, все же не оставляет и не покидает нас. После долгих раздумий над чем-то очень важным для нас и требующим обязательного разрешения, вдруг рождается примиряющая мысль. Именно рождается. Мы были чреваты этой мыслью, вынашивали ее, испытывали муки и боль и, наконец, радуемся ее появлению. Радуемся искренне, как дети. Эту радость мы принимаем порой за истинность, считая, что мы много трудились и потому достойны ее. Но все подлежит проверке опытом. Мысль может быть убедительной, изящной, интересной, но не всегда истинной. О трех видах искусств. Литература, слово, музыка, звук, художество, цвет. Синтез равно содержание плюс форма. Слово сильнее, чем звук и цвет. Звук более тонок, как бы расплывчат, а потому менее конкретен, определен. Цвет более определен, оформлен, но менее тонок. И в том, и в другом, как бы существуют начатки слова, потому и звук, и цвет словесны, и потому они смогли составить в синтезе слова. Слово – достояние человека и явление его божественной сущности. У животных есть и музыка, и художество. Например, пение птиц и изящество форм и красок у бабочек, отсюда древние культы обожествления животных. Христианство же, по сути, словесно, потому и человечно. Слово было Бог. Ни звук, ни цвет, но слово. Иначе евангелисты должны были написать симфонии и картины, чтобы возвестить о Христе. Итак, слово – это оформленный, окрашенный звук или наполненный, озвученный цвет. Слово – меч. Оно имеет в себе направленность, вектор действия. Оно заставляет определиться и потому создает отношения, чувства, так как они существуют только по отношению к чему-то, кому-то. Звук и цвет скорее опахала. Они приближают красоту и соединяют душу с нею, но всю душу, то есть все, что в ней хорошего и плохого, здесь синтез, а в слове анализ. В звуке и цвете нет критерия истины. В музыке и живописи это гармония, то есть осмысленный порядок, словесный порядок. Здесь есть слово, хотя сокрыто, но есть. Слово все осмысливает, оценивает и потому побуждает действовать, совершенствовать или изменять, а не просто наслаждаться красотою и гармонией, как в музыке и живописи. Осмысливаем – значит сравниваем. С кем? Со Словом Божиим. Оно – критерий истинности всего. 2 апреля 1988 года. Всеношное в Богоявленском соборе. Физическое ощущение присутствия благодати Божией. Глаз хлада тонко. Был даже момент благоухания во время чтения Евангелия. Я ощутил запахи пещер Псково-Печорского монастыря. 3 апреля 1988 года. Вход Господень в Иерусалим. Литургия в Пушкина. Проповедь о Евхаристии. 1. Уже тысячу лет Господь отбирает слуг себе для Града Небесного, Нового Иерусалима, из народа русского, по толкованию святых отцов. 2. Беды земли наши от непонимания, а потому и умоления священством частого евхаристического общения. Отец Иоанн Крестьянкин, епископ Игнатий Бринчанинов. 3. Евхаристия, причастие. 4. Несозерцательное присутствие в храме, а деятельное. 7 апрель 1988 года. Великий четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия в Пушкина. Чтение 12 Евангелий. С огнем Великого Четверга ехали к Отцу А. Беседа. Четыре столпа жизни православного подвижника. Вера, любовь, отдание себя в волю Божию, смирение. Нота Бене. Будущее в руках Божиих, прошедшее в книгах жизни, настоящее в наших руках. То есть творить жизнь возможно только стоя во Христе. Чем глубже познание нами Христа, тем величественнее наша духовная свобода, а потому и ведение судеб Божиих, то есть судеб мира. Пределы духовной свободы – это пределы Вселенной. Задача темных сил – формировать природу людских отношений, социальных институтов лишь для запугивания, порабощения нашего духа, дабы он не вырос в меру полной свободы, в полную меру возраста Христа. Если такое случается, бессильны становятся легионы тьмы против одного воина Христова. Идея романа. Искра подвижничества высекается от столкновения воли Божией и хотения человеческого. Советы и оправдания греха. Свободы и рабства миропорядка. Три плана. Три круга. Вселенский. Исторический. Бытийный. 10 апреля 1988 года. Светлое Христово Воскресение. Пасха. Моя Третья Пасха. Литургия в Пушкино. Отдохнул в алтаре. И в шесть часов еще одна литургия. Время – мистическая сущность. Спрашиваю себя, был пост или не был? Служба была или нет? Так придется когда-нибудь спросить и о своей жизни. Что же реально существует? Душа. Очищенная от греха или еще замаранная им? Ликуй ныне и веселись и сионе. Именно ликуй – это состояние духа, потому оно внутреннее, а не внешнее. Ибо всякий дом устрояется кем-либо. А устроивший все – есть Бог. Послание к евреям, глава третья, стих четвертый. Послание к римлянам, глава третья, стихи с пятого по восьмой. Мефистофель. 10 июня 1988 года. Добродетель мы должны почитать не ради других, но ради ее самой. Иоанн Златоуст. Почему мы должны быть добродетельными? Почему мы должны творить добро? Отвечают. Потому что это радость для людей, потому что добро побеждает зло, а значит, лучше быть на стороне сильного, потому что добро – это хорошо, а зло – это плохо и тому подобное. То есть добродетель утверждается логикой, умонастроением. Это приемлемо как первая ступень на лестнице восхождения к доброте. Это приемлемо для младенцев, не имеющих чувства и навыков развлечения добра и зла. Если только на этом будет зиждеться понятие добра, то оно зыбко, а во многих случаях мертво, в нем говорит ум, а сердце молчит. Нужно сердцем ощутить вкус добродетели, ее сладость и истинность. Тогда доказательство необходимости творить добро будет находиться в самом добре. Тогда не надо и доказательств. Я делаю добро, и через это делание убеждаюсь, что следую истине. Я творю добро, потому что это добро. Я люблю добро, и я понимаю, что надо творить добро – неоднозначное выражение. Итак, почему я должен быть добродетельным? Потому что я люблю добродетель. 14 июня 1988 года Смерть страшна, потому что она знает обо мне все, потому что она обладает мною, распоряжается мною, как госпожа своим рабом. Христианство дает знания о смерти и о будущей жизни, уничижая этим власть смерти. Да, и о христианине смерть знает все, но он знает о ней ровно столько, чтобы не бояться ее. Христианство превращает смерть из убийцы во врача, из незнакомца в товарища. Сколько б не рассуждали о смерти атеисты и интеллигенты, она для них остается незнакомкой, явлением не вписывающимся в круг жизни, явлением потусторонним, потому что они не имеют знания о смерти. Мы боимся в темноте хулигана, потому что он незнаком нам, мы не знаем его намерений, а с близким человеком и в темноте встреча становится радостной. 15 июня 1988 года Красота спасет мир, писал Достоевский Красота — это Бог. Сколько бы мы ни исследовали нашу жизнь, сколько бы ни расчленяли на составные части, вроде бы для того, чтобы понять ее механизм, жизнь в своей целостности будет всегда прекрасной, божественной и непознаваемой до конца, как непознаваема красота. Сколько бы мы ни исследовали состав почвы, находя в ней все новые и новые металлы и соли, сколько бы мы ни проникали в тайны наследственности, создавая новые отрасли науки, умножая академии, институты, лаборатории, все равно цветок, выросший на изученной земле, цветок, взошедший из хрестоматийного семени, повергнет в изумление своей красотой. Радость, которую дарует знание, должна дополняться радостью созерцания, тогда она будет совершенна. «Все знаю, все понимаю и все равно удивляюсь», — говорит человек. «Изумление перед всем, изумление, несмотря ни на какие знания, ни на какие беды, — это красота, это спасение миру, это путь к Богу. А жизнь без изумления пред красотой, а значит и без Бога, пуста и ничтожна». С 21 июня по 29 августа 1988 года. Оптино-пустынь. Крапива выше меня ростом растет у стен монастыря. Отдельные мысли и выписки из книг. Горе, отнимающим плату у наемника, потому что отнимающий плату то же, что проливающий кровь. Преподобный Ефрем Сирин. «В меру жития бывает восприятие истины». Преподобный Исаак Сирин. «Прежде всего, сознание своей немощи, терпение, самоукорение — это путь к смирению». Преподобный Амвросий. Библия — ключ к истории, дух истории, потом археологии, геологии и тому подобное. «Крепко сказал Господь» — один старый иеромонах. Прочитанные книги. Первое. Жизнеописание старца Амвросия, протоиерей четверяков. Второе. Жизнеописание отца Амвросия, иеромонах Андроник, материалы канонизации. Третье. Оптина Пустынь и ее время, Концевич. Четвертое. Историческое описание Оптиной Пустыни, архимандрит Лев Кавелин. Пятое. Священная поэзия, схерхимандрит Варсонофий. Шестая. Лествица. Седьмая. Иеромонах Климент Задергольм, Константин Леонтьев. Мир существует только до момента его окончательного самоопределения в сторону добра или зла. Схерхимандрит Варсонофий. О коммунизме. Ересь страшнее безбожия открытого. Безбожник может быстрее обратиться к познанию истинной веры, чем еретик. Поэтому может быть промысл Божий, чтобы сохранить чистоту православия и оградить его от лукавства ереси, предал его в руки безбожников откровенных и воинствующих. Почему нет хорошего образования в семинарии и академии? Бог смиряет. Живите пред Богом, а не мудрствуете. 1. Это сохраняет, как ни парадоксально, чистоту веры, потому что богословие без жития по Богу, которого в современных условиях почти нет, губит. 2. Невозможность приобрести блестящее образование указывает на другой и единственно верный способ познания Бога – путь деятельной жизни по заповедям Божьим и святоотеческим преданиям. 3. Тогда сам Бог научает нас. Мария Египетская – житие. 4. Темные силы злятся на нас, потому что мы, приближаясь к Богу, осуждаем их. 5. Так человек, делающий добро бескорыстно, вызывает гнев и презрение у подлецов. 6. Мы, немощные, скотские, и то выбираем Бога и стремимся к Нему, а они, бесплотные, зрящее величие Божие, уклонились от Него. 7. Наше стремление к Богу – для них осуждение, намек на страшный суд. 7. Я есмь путь, истина и жизнь. 8. Все вокруг нас, буквально все без исключения, вся сотворенная жизнь, устроена так, чтобы привести нас к познанию Бога. 9. Куда бы человек пристально ни взглянул, он изумится. 10. Чем бы он увлеченно ни занимался, он поразится глубиной ремесла. 10. А изумление – начало философии, как говорили древние. 11. Тут начинается искание, путь, который необходимо пройти, чтобы обрести истину. 11. А обретая истину, мы обретаем жизнь. 11. Я есмь путь, истина и жизнь. Об Антихристе. Число 666 дважды встречается в Библии. 1. В Откровении Иоанна Богослова, как указание на Антихриста. Глава 13, стих 18. 2. Вторая книга Паралипоменон. Глава 9, стих 13. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов. Сегодня золото творит чудеса и знамения. Самые фантастические проекты могут быть осуществлены, если есть деньги. От их количества зависит и фантастичность. Начертание на правой руке или челе – рука, считающая деньги и производящая коммерческие операции. Чело – бизнесмен. Все занято помыслами о золоте. Что бы он ни делал, он должен извлечь из этого деньги, иначе нет удовольствия от жизни. То есть все помыслы – чело, и все дела – рука, заняты добычей денег. Многие писатели говорили о деньгах, как о страшилище. Эмиль Золя – геты. Антихрист – финансовый гений – золото. И религиозный мудрец – Соломон, знающий и умеющий все, чтобы поразить всех. Еще Гоголь писал, все, что нужно для этого мира – это приятность в оборотах и поступках и бойкость в деловых кругах. Поэтому святые отцы всегда так восставали против сребролюбия, как идолослужения, и беспочвенного умствования, как духовной болезни. Всякое знание имеет сладость, и этим привлекает, потому что дает право власти над чем-то, а значит и гордости. Христианское познание преподает скорбь. Во многой мудрости много печали. Но печаль есть двух родов, говорит апостол Павел. Печаль о мире производит скорбь, а печаль о Боге – дар покаяния. Откровение, глава 13, стих 17. Не смогут покупать и продавать, кроме того, кто имеет это начертание, то есть талант бизнесмена, или имя зверя, то есть принадлежность к государственной власти, или число имени его. 666. Золото, наследство, капитал. Единая денежная единица во всем мире, и единая внешняя религия – дела Антихриста. 3 сентября 1988 года. Единомыслие не всегда бывает хорошо, и разбойники бывают согласны. Святитель Иоанн Златоуст. 15 сентября 1988 года. Уехал в Оптину. 14 октября 1988 года. Покров Божией Матери. Причащался в монастыре. 17 октября 1988 года. Пришел в монастырь. «Преподобни отче наш Амвросия, моли Бога о мне». Субтитры создавал DimaTorzok